приветствую всех на канале сегодня у нас ради конструктор опять ради приемник почему я не удержался и купил этот конструктор на то есть две веские причины первое это очень низкая цена что отрадно для начинающих радиолюбителей ограниченных средствах то есть это очень дешевый конструктор ради конструктор можно купить в принципе любой может купить но он достаточно имеет количество деталей и вторая причина это то что в отличие от других ради конструкторов которые я раньше покупал он собран на транзисторах то есть не на микросхеме микросхем все-таки для начинающих радиолюбителей это проблема потому что трудно понять как он работает микросхема это черный ящик но вот транзисторы вся схема открыта принципе мы все это прекрасно видим как устроен ради приемникчик и соответственно мы собираем раньше вот ради приемники сибулина транзисторы данный ради приемник очень простая схема но в то же время это супер гетер один то есть мы видим что на первом транзисторе собран первый каскад усиления и то же время гетер один то есть это такое совмещенная схема дальше у нас по усилитель промежуточной частоты нету пьезокристаллов данной схеме есть у нас только трансформаторы но с другой стороны применение трансформатор каскада промежуточной частоты который 475 герц килогерц на частота позволяет все-таки улучшить качество это чисто аналоговые устройства чисто на вы и тут звучание должно быть принципе лучше чем то звучание которое дает на микросхемах так и вот мы проходим этот канал дальше у нас канал уже и этот детектор то есть выпрямление из то есть сигнал он выпрямляется и мы получаем низкочастотный очень слабый сигнал который поступает на вход каскада первого каскада усиления и дальше через трансформатор повышающий трансформатор подается уже на двухтактный усилитель низкой частоты на трансформатор один трансформатор используется и дальше уже на динамик сопротивление 8 ом всего питания 3 вольта схема очень простая интересная данные точки кстати 0 3 миллиампера 0 5 миллиампера и 2 миллиампера для настройки тут полтора миллиампера есть что можно проверить эти . токи и они токи должны совпадать с данными схемы транзисторы вот здесь схемы распайки есть но к сожалению схема инструкция вся на китайском но ничего мы можем все это понять тут где 90 18 транзистор это высокочастотной применяется и у нас 4 90 14 и нас 13 низкочастотном тракте но в принципе все давайте приступим к сборке и посмотрим что у нас из этого выйдет а и 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 на t2 вот красный трансформатор причем по выводам мы видим с одной стороны 3 с другой 2 поэтому ориентацию не перепутать следующий трансформатор это у нас белый высокочастотный это t3 тоже по выводам с одной стороны 3 выводы с другой 2 тоже трансформатор этот мы не перепутаем так следующий трансформатором уже как бы серый или черный его t4 ставим тоже выводы 3 и 2 тоже мы не перепутаем ориентацию так главное помнить по цветам тут разли разделение так вот так они должны стоять ну и последний низкочастотный трансформатор вот он стоит тут есть метка вот я сейчас увеличу изображение чтобы вам было видно попробуем настроить резкость не настраивается вот сейчас так секунду секунду где у меня пинцет вот пинцет обратите внимание здесь есть у нас метка сейчас она должна резкость настроиться вот так вот здесь с этой выступ такой на этот выступ есть метка которая должна совпадать с этой поэтому мы по нее по метке этой ориентируем его если вы не уверены можно с помощью он метра проверить вот видите как расположены светоди витки так и должно быть о метр показывать как правильно расположить так а так по меткам вот так располагается трансформатор то есть вот здесь вот эта метка пластиковая она вот она сейчас хорошо видно вот она выступает и правильно расположить все теперь трансформаторы наши в принципе правильно расположены их запаять прикрепить все ну и Субтитры создавал DimaTorzok Прежде чем дальше продолжить, необходимо промерить токи покоя, коллекторные токи покоя транзисторов. Для этого предусмотрены точки для измерения. Вот здесь точка А, точка Б, С и Д. А точки разомкнуты, то есть схема еще не замкнута. Прежде чем ее замкнуть, нужно промерить. Это специально сделано. Так, я включаю лабораторный блок питания, 3 вольта ровно. Включаю миллиамперметр, ставлю где-то на 2 миллиампера. И начинаю промерять точку А, первая точка. Сколько у нас получится? Сейчас. Так, 577 миллиампер. 0,577 миллиампер. По схеме, если посмотрим на схему, у нас в точке А разрешено 0,3 миллиампера. То есть, явное превышение в 2 раза. Так, точка В, опять же, промеряем точку В. Тут еще больше ток. 932. По схеме 0,5 миллиампера. То есть, тоже почти в 2 раза больше ток. Так, и точка С. Точка С. Это точка. Тут она даже зашкаливает. Давайте двадцатку поставим, другое единице измерения и посмотрим. 4, 4, 5 миллиампер. Это очень много. По схеме разрешено 2 миллиампера. Так, тоже в 2 с лишним раза превышает. И точка D у нас что? Точки D у нас 3,65. Разрешено 1,5 миллиампера. Так, точки D. То есть, мы видим явное превышение токов. Надо токи подкорректировать. Каким образом токи корректируются? Тут есть специальные подстрочечные транзисторы. Мы ими... Не подстрочечные, а резисторами. Мы с помощью резисторов, вот этот R3 резистор, можно ток базы подкорректировать. То есть, чтобы увеличить сопротивление. Здесь, чтобы не 200 кВм поставить R1, чтобы ток у нас уменьшился, значит, ну, давайте 270 кВм поставить. То есть, вот так подбором нужно выставить эти токи. Да, это работа как бы... Ну, это из-за того, что схема, она сделана по такой схеме. То есть, она не автоматически выводит токи на необходимый уровень. Но упрощается схема в целом. За счет простоты усложняется у нас настройка. Вот. Ну, давайте подберем резисторы. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ